Здравствуйте, дорогие стоводы и огородники! Поговорим сегодня о том, как делать семена из томатов. Брать свои семена. Вот на данной стадии у меня есть то, что я могу вам показать. Это тарасинка юбилейный. Это сушится, уже досыхает. Малиновые шары. Дальше идёт спящая леди. Минусинский стакан. Его я буду делать ещё. Вот таким образом я их складирую здесь. Пока они уже досыхают. Они уже просушены. И будут ещё просушиваться в сушилке. Сибирский тигр розовый. Очень мне понравился антоцианчик такой. И сейчас ещё сердце ашхабада. Вот такие вот семечки. Видите, у них немножечко остались эти капсулки. Но это ничего страшного. В общем, они не слишком сильно перее... Не слишком я их затушила, так скажем. Они не оставили... Оставили чуть-чуть оболочки на себе. Но это совершенно нормально. Как бы они просто чуть выглядят немножечко такие розовенькие. И хочу вам показать свою неудачу алтайский мёд. Ну, у меня, конечно же, есть ещё куча томатов алтайского мёда. Поэтому я сделаю и переделаю всё. Но вот, чтобы вы тоже имели в виду. Посмотрите. Семена передержала, и они проросли. Даже те, которые не проросли, я их брать не могу. Они уже пошли, сдвинулись с точки спящей. И поэтому такие семена брать нельзя. Вот их я передержала. То есть они все, видите, капсулы свои скинули. Всё хорошо вроде бы как. И если я их высушу, то у них и хвостики тоже отвалятся. Вы не увидите этого. Но всхожесть таких семян, она будет значительно хуже. И силу семечка свою, очень большую, выдала для того, чтобы сейчас вот этот росток вам выдать. Поэтому эти семена уже не пойдут. Всё, мы их с вами выбрасываем. Вот. Но алтайского мёда я обязательно возьму ещё. Вот такая вот ошибочка, которую я вам хотела показать. Она бывает нечасто, поэтому снять сейчас прям... Ну, сам Бог велел, что называется. Так, томатик гонсиоровский. Вот. Из минусинцев. Очень хороший. Мне нравится. Видите, он перележал чуть-чуть, начинает уже. Вот тут, видите, чуть-чуть прихватило. Сейчас будем из него доставать семена. Я режу вот так. И достаю то, что могу. Так, ножкой от ложки. Сейчас покажу. От вилки. Вот этой вот штучкой. Сразу говорю, что, чтобы не поселять дополнительно никакие грибки и никакую заразу, мы с вами этот прибор просто протрём перекись у водорода. Обычный. Вот она. Вот. И будем вытаскивать вот в эту баночку. Она у меня уже обработана. Вот наклейка. И она сухая. Потому что влаги не должно быть совсем. Смотрите, семян совсем немного. Семенные ячейки очень такие маленькие. Посмотрим, что мы сможем наскрепить из него. Не бойтесь резав вот так разрушить там семена какие-то, разрезать на самом деле. Но вы все равно их потом отберете. Ничего страшного в этом нет, если вы там три семечка попортите. Так, попробуем. Если будет мало, то я еще один томатик гансиоровский зарежу сюда же. Вот в итоге что получилось. Немножко мы его так с вами распотрошили. Вытащили то, что видим. Получилось не так много. Вот в общем, смотрите, семян немного у них. Вот. В принципе, достаточно. То есть можно поставить на подкисание, на закисание вот столько. Если не хватает, категорически у вас один томат, а жидкости не хватает, вы можете просто мякать вилкой на мять и добавить туда. Воды не добавляем, иначе у вас прорастут семена. Кстати, в томат, если полежал на дозревании, то уже внимательно на них посмотрите, на семечки. Они могли прорасти внутри томата. Вот второй. Это гансиоровский томатик. Вот с него тоже возьмем семена. Он еще не перележал, но он очень зрелый. мягкий. Хотите, взвесим. 345. Вот этот, но он поменьше. Этот вам побольше был по размеру. И еще сделаю вот с этих слонов. Это оранжевый минусинский слон. Тоже шикарный томат. Потрясающе вкусный. Мне, конечно, их жалко. Остатки в суп класть или еще куда-то. Поэтому его я буду делать, доставать семена по-другому, чтобы можно было сделать их фаршированные с сыром. Я разрежу вот так, а семечки вытащу ложкой. Поэтому вот я ложку приготовила. Ее тоже продезинфицировала. В оранжевом слоне, значит, семян чуть побольше. Вот выковыть, начинала уже показать, решила. Вот, смотрите, видите. В принципе, наверное, мне и одного хватит. Хотя я, в общем, и рассаду тоже выращиваю для людей. Поэтому, не знаю, может и два зарежу. Но тогда сегодня точно будут заготовки с томатами. Вот сколько получилось оранжевому минусинского слона. В принципе, прилично. Конечно же, я делаю вот всего по два сорта в день, а то и в два дня, чтобы ни в коем случае не перепутать сорта. Так я помню и знаю, что у меня где. А можно сделать пересорт. Если вы взяли семена, они годны еще 8 лет после этого. То есть, вам не надо каждый год будет одни и те же сорта брать. Допустим, сорта, которые у меня есть, я уже не переделываю. Прошлогодние семена, они отлично сохранятся и будут иметь отличную схожесть. Даже я слышала, что чем старше семена, допустим, вот у огурцов тоже, тем они лучше и ценнее, и быстрее сходят. Сделанные подписанные емкости мы с вами оставляем на 2-3 дня. В зависимости от того, какая у вас температура дома. Но чтобы эти семечки закисли. Впоследствии будем проверять на свет вот таким образом, чтобы оболочка отпустила семечку. Но в то же время надо не пропустить момент, и чтобы эти семена не проросли. Еще один момент. Сверху я их накрываю. То есть, пустым такой же баночкой, контейнером, чем угодно. Виском бумаги или еще, то есть, не плотно, да. Для того, чтобы туда не, ну, у вас мухи не появились, мушки не скапливались, ничего особо не выпадало. Периодически открыли, посмотрели, что и все у вас хорошо. Эти коробочки я использую именно потому, что она одна в другую встает. То есть, здесь тоже может быть набранный мною сок с семенами. И следующая встанет так же. Но это немножко две не подходят друг к другу. Но смысл, в общем, вы поняли. Вот такую стопочку из трех штучек можно сделать. И последним просто закрывать верхний. Возвращаемся к этому объекту через три дня. Два-три дня. Будем смотреть по ситуации. Смотрим. Прошли где-то полтора суток примерно. Видите, капсула вокруг семечки? Вы видите это, да? Она остается. То есть, вот покатали, и видите, мешочек семенной вот этот вот вокруг семечки? Он остается. Он еще не отпустил семечку. Но ничего страшного. Вот смотрите, можно еще полсуток подождать. А можно уже делать свое дело, что называется. Без риска к тому, что семена эти прорастут. Чтобы не проросли, значит мы сейчас это сделаем. Чтобы не пропустить момент, как говорится. Чтобы не смочь вам снять это, я специально поставила вот так вот сеточку в чашку. Это делать, понятное дело, что не обязательно. Вот таким образом я это делаю. Все ненужные сгустки, все ненужные хлопья, они уходят. Семена хорошие, качественные, они всегда оседают низ. Поэтому даже не переживая, вот таким образом я это делаю. Даже если у вас пару семечек уйдет, поверьте, они не лучшие. Вот видите, одно плавает сверху. Я даже хочу, чтобы оно ушло. Все. Достаточно. Вот так. Откидываем. И немножко промываем. Все. Сейчас они чуть-чуть буквально стекут. И я вам покажу, что делаем дальше. Если вы хотите, чтобы семена побольше отдали влагу, вы можете взять новенькую губочку и сделать вот так. Нажимаем. И все. Эта губочка сама с ваших семян высосет все, что не надо. Всю лишнюю влагу. Дальше я беру тот же самый стаканчик от этих же самых семян. И... А-а-а! Не делайте вот так. Вот так вот. Отжали с этих семян максимально. И одной рукой у меня не получится. Короче, выкладываем снова в эту же баночку. Хотите ложкой, хотите вот... Как-то вот так должно получиться. По идее. И заливаем их перекисью водорода. Чистый, неразведенный. Прямо на буквально 2-3 минуточки. Вот в перекиси они. Берем крышечку. И что делаем? И чуть-чуть распределим их. Все пусть высыхает естественным образом. После того, как мы с вами промыли семечки, мы их... Я их заливаю перекисью водорода. Чистоганом кран. Беру. И заливаю на несколько минут. Буквально вот таким образом. Все. Пусть постоят. После чего... Это будет дезинфекция от всех патогенов, от всех спор грибков и всего остального на этих семечках. Все это незачем передавать следующим поколениям растейших наших. Так немножечко постоят. Снова потом откину на ситечко. На сетку откинули. Промыли под струей водички. И все. И... Хлоп! Вот мое сердце Ашхабада подсохло. Сейчас оно пойдет снова в такую же баночку и будет досыхать. И уже достаточно семян я собрала, чтобы сушить их в сушилке. У вас есть старые крышки от банок? Ну вот я так их использую. Видите, семена? Они уже подсушены. Но мне надо их досушить нормально. Мне нужно пересыпать их сюда. И обязательно эту наклейку я снимаю. И наклеиваю внутрь. Почему внутрь? Потому что снаружи она может отвалиться или слететь. А здесь она как раз четко краешки этой крышки не дадут. И уложу их на круг для сушилки. Как-то вот так вот я шла устанавливать это дело на сушилку и упала. Представляете, да, что было? Не делайте по многу. Я не затеиваю сушилку только из-за вот семян, из-за вот этого подносика. Я здесь сушу так сейчас ягоды. Ну, сейчас эта черноплодка в чай я добавляю несколько ягод всю зиму. По несколько ягод в этот заварник. Сушить черноплодку долго и тяжело. Здесь груша. Груша уже, вон, видишь, вся более-менее засахарилась. Поэтому ставим семена. Как один из поддончиков. Ничего страшного, я с ней не буду пахнуть черноплодочкой и грушами. Я думаю, что вы не обидитесь, да, на меня? Так, и вот так закрываем. Мощь тут уже все. И все. И ни в коем случае не больше 30 градусов. То есть на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уронила все. Все пропало. Вот так. Ох, совсем загадили. Все, сейчас протру. Позорище. Короче, на первую температуру 30 градусов. Все, семена будут готовы. Так чуть ли не вот через час они досохнут окончательно абсолютно. И можно уже убирать по капсулкам. Вопрос, в чем храню семена. У меня, к сожалению, есть потребители вот таких вещей. Поэтому есть у меня коробочки. Не наша семья. Точнее, мои любимые. Ладно, моя мама, короче. Вот. И она мне собирает вот эти вещи. Почему удобно открыть-закрыть вот так? Потому что если мне нужно будет расфасовать в более маленькие пакетики, открыла-закрыла. В общем, ничего рвать не надо. Есть вот такие банки. Но это обычные, сами понимаете. Тоже можно использовать. Потому что если семян надо много, прямо много, то собирают в такие объемные. Вот эти часто использую. Удобно открутила. Сделала то, что надо. Закрутила. Все. И это вам так, на подумать. Сами узнаете, что это такое. Да, тоже. Открыла-закрыла. Баночки из-под краски Аленкиной. Тоже с закрывающейся крышкой. Крышку потеряла. Ну, или обычные пакетики с застежечками, в которых вам все семена и присылают. В общем, вот такие. Еще я заказывала вот такие вот капсулки. Это на Алиэкспресс заказывается. Вот. Пробирочки. У них тоже очень удобно. Закрыл. Открыл. И они достаточно герметичны. В то же время я вижу, в каком состоянии семена, если не дай бог что-то. Не так можно сразу это увидеть. Ну, у меня обычно все так, потому что я досушиваю, даже чуть-чуть пересушиваю. Вот. И в такой вот виде вот здесь наклеиваю наклейку или пишу перманентным маркером, что за сорт. Так же, как наклейку на любой банке. Не забывайте, потому что потом в жизни никогда не вспомните. Вот. Это у меня новая партия. Уже вот в таком виде я хранила. Но они маловаты на самом деле мне, потому что я собираю больше семян. Я продаю рассаду по весне. У меня семена часто люди заказывают, покупают. Поэтому для меня маловаты. Но были уже. Вот. Все. В общем-то на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Удачи. Берите свои сорта на семена и даже не думайте. Гибриды, конечно, хорошо, но сорта всегда лучше. Все, всего доброго. Ну, я тут занимаюсь заготовками, значит. А у Александра Сергеевича творческий вечер Рамштайн в гараже. Хотите дам послушать? Открою только одну дверь. Там вторая. Не могу вам больше дать послушать, потому что иначе нас забанят за авторские права. Но представлять я и дверь другую открыть не могу, потому что нам поставят, видимо, плюс 18 даже, не подразумевая, что он там делает. Под такую музыку, где я глохну в доме за двумя дверями. Короче, плюс жизни в своем доме – это когда вы можете расколбасу строить в любое время дня и ночи. Сейчас, как, между прочим, пол первого. Субтитры создавал DimaTorzok